Спасибо большое тебе и твои гости. Как всегда, внятно, лаконично. Жить стало легче. Спасибо, Юля. Мы продолжаем разговор с певицей Ириной Нельсен и композитором Вячеславом Тюрином. Вячеслав, и давайте-ка поговорим мы с вами. Вот супруга, продюсер, композитор, жена-певица, красавица. К тому же еще йогой занимается, к тому же еще ест одни овощи, насколько я понимаю, и мясо не ест. Но вы же любите мясо, колбаску. Вот все-таки не пробовала супруга перевербовать? Сказать, все-таки давай-ка на овощи, давай к нам, к веганам. Да, я два месяца это делал. На бобы. И как? Пробовала неудачно. Поэтому я поняла, что агрессивное навязывание не есть хорошо. Вредно для здоровья. Послушайте, это серьезная программа. Утро. Люди слушают нас. Новое утро. Да, новое утро. И смотрят на вегетарианца и... Да, и что? Ну, нет, я не мясоед, я где-то там посредине. Но когда я полные два веганских месяца выдержал, то есть очень многие процессы внутренние, они пошли в кривь и в кость. В частности, с тестостероном, с депрессники какие-то начались, еще что-то. То есть все это очень непросто. У девушек это проходит по-другому. У вас вообще другой организм. Да и у меня нет. Это не от девочек, не от мальчиков. Это зависит вот и от степени подготовки. Скажите, пожалуйста, в домашней обстановочке творчество какое-то совместное рождается? Да, конечно. Или чисто вне стен дома? Я очень люблю дома что-то наводить порядок, люблю вот, чтобы все было аккуратненько, все. И частенько, когда стоит открытое фортепиано, я так проходя мимо, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот в эти несколько секунд, как правило, рождаются самые великолепные вот они... Когда мозг отвлеченный, спокоен. Да, извлеченный, и с неба спускается вот это вот божественное вот это вот... Можно не упустить этот момент. Все то, что не хочется упустить. А ты знаешь, вот это упустить можно легко. Поэтому давай попросим, чтобы вот то, что не упущено, сейчас прозвучало здесь у нас в студии. Ира, потому что там никто не простит, если мы вас отпустим без песни. Очень смешная предыстория песни. Пока Ира идет, иди, Ира, я расскажу. Я написал стихи эти ей, потому что она очень часто отсутствует. И, соответственно, уже привыкла очень часто дома молчить. Бывает, женщина говорила, а это молчуня. Говори со мной, я так люблю, когда спросишь ты что-то, но просто так. Говори со мной, не молчи, прошу. Я так люблю твой голос, с мыслями в такт. Говори со мной, если даже ночь. Говори со мной, когда молчат слова. Говори со мной. Говори со мной Самые нежные Ночи и дни с тобой Я с тобой женщина Ты со мной просто мой Самые нежные Не говори с тобой Я твоя женщина И кружится голова Ира, спасибо огромное! Ира, спасибо огромное! Говори со мной, Настя, чаще и... Лучше и больше! Жаль, что у нас не было времени спросить Вячеслава О рецепте замечательных хитов Зато мы услышали замечательную песню Ира, спасибо большое! Друзья, легко на сердце от песни веселый! А значит, значит будем петь каждое утро! Конечно, ведь завтра будет новое утро! Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»